Как известно, под Новый год сбываются все желания. Такое новогоднее чудо произошло и в семье Алексеевых из Северодвинска в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Десятилетняя Даша, всерьез увлекшись китайским языком, попросила у Деда Мороза ни много ни мало о знакомстве с самым настоящим жителем Поднебесной. И такую встречу организовал губернатор Архангельской области. Именно он снял с елки новогодний шарик с желанием девочки. Новый год – это чудеса, это исполнение желаний. И мы ежегодно, правительство Архангельской области, губернатор Архангельской области Александр Витальевич принимает участие в исполнении детских желаний. Мне, конечно, нельзя называть Александра Витальевича Деда Морозом, но в данном случае он точно как Дед Мороз. И вот эти вот большие подарки – все это вам. Мы с мамой где-то три раза отправляли свое желание на елку. Вот первый раз она забылась. Встреча мечты состоялась в интеллектуальном центре научной библиотеки САФУ. Ведь именно в Северном Арктическом Федеральном Университете можно встретить друзей из Китая – преподавателей кафедры перевода и прикладной лингвистики. Они помогают освоить китайский язык будущим педагогам, переводчикам, регионоведам и специалистам в области международных отношений. Я приехала в Архангельск в сентябре, поэтому здесь только 4 месяца обучения китайского языка. Хотя бы короткое время, но наши студенты активные. Я очень довольна. С большим удовольствием Джао Тин провела для гостей мастер-класс по древнему искусству китайской письменности. Рассказала о культуре и традициях Поднебесной. А выполнение поделки из бумаги, символа наступившего 2024 года, дракона, объединило всех от мала до велика. Когда я услышала, что Талия Алексеевна, у нее такое желание, я тоже одновременно очень рада. Одновременно это очень хорошая тенденция, что изучение китайского языка – это уже с детей. У них есть такое желание, мечта. Это очень хорошо. Необычные уроки китайского для Даши, ее сестры Сони и их родителей продолжились не менее интересной экскурсией по аудиториям Интеллектуального центра научной библиотеки САФУ. В читальном зале редких книг и коллекций гости смогли увидеть чудом сохранившиеся экземпляры книг из архивных фондов библиотеки. А недавно открывшаяся мультстудия «Рыжий заяц» стала настоящим праздником для девочек. Ведь они смогли попробовать себя в роли начинающих мультипликаторов. Не смогло оставить равнодушными юных гостей еще одно креативное пространство Интеллектуального центра – Музей занимательных наук. На самом деле Земля – это у нас гироскоп. Она крутится под углом 23,5 градуса, вот примерно в таком положении. Есть планеты, которые сохраняют вертикальную и горизонтальную освещение, например, Меркурий. Только здесь можно с головой погрузиться в атмосферу увлекательных экспериментов, оптических иллюзий и веселых исследований. А прекрасным завершением встречи стало вручение подарков, которые для юных северодвинок подготовили правительство Архангельской области и губернатор Александр Цибульский. Вот так сбылись мечты четвероклассницы Даши Алексеевой – одной из многочисленных участников всероссийской акции «Елка желаний». Желания сбылись больше, чем вообще мы могли себе представить. Это настоящее новогоднее чудо – побывать здесь, в Сафу, увидеть столько всего интересного. Ну, конечно, встретиться с китаянкой, которая у нас преподает в Архангельске. Вот, было все классно. Елена Вишнякова, Сергей Земских, Анжелика Доленина, Медиа-центр Сафу, Арктический мост.